Добрый день! Давайте знакомиться. Меня зовут Андрей Журавлев. Я приветствую вас на курсе, который называется Adobe Photoshop «Базовый уровень». Не удивляйтесь, пожалуйста, что я сегодня вещаю не в режиме онлайн, а вы видите меня в записи. Давайте я кратко поясню, что же у нас произошло с 2012 года, когда этот курс впервые увидел свет и был проведен в первой группе. За это время прошло больше 80 групп базового курса, и в процессе все менялось, потому что любой курс — это живая субстанция, он развивается. Развитие это привело к тому, что, во-первых, занятия стали гораздо больше по объему. Если в 2012 году мы успевали все разобрать за два часа, и домашние задания, и дополнительные вопросы, и новый материал, и даже какие-то небольшие экскурсы в сторонние темы, когда возникали вопросы, то со временем те вопросы, которые люди задавали в классе, наиболее интересные из них, они потихоньку включались в штатный рассказ, курс обрастал новыми примерами, какие-то из них я подобрал и показывал дополнительно, на какие-то вопросы я отвечал, показывая штатные картинки. В общем, в любом случае материалов становилось все больше и больше, курс плавно распухал. И вот уже где-то в 80-й или 79-й группе этого курса занятия у нас нередко длились аж до 4 часов, дело доходило. То есть 3 часа было уже штатное заявленное продолжительное занятие, а засиживались мы нередко так, часа 4, если было много вопросов. И, конечно, высиживать 4 часа в режиме онлайн очень и очень непросто. То есть держать внимание сосредоточенным, не иметь возможности что-то отмотать на несколько секунд, посмотреть назад. Ну, в общем, это было, мягко говоря, уже не очень комфортно для многих. С другой стороны, проведя 80 раз один и тот же курс, ну, а тем более, что материал этого курса я многократно рассказывал и раньше, до этого, я понял, что какую-то часть занятия, существенную, где-то половину занятия, если не больше, я рассказываю в режиме лекции. Ну, то есть такой вот, как говорящий попугай, который сел и отдиктовывает материал, периодически получая только маленькие незначительные вопросы, которые легко решаются перемоткой записи назад. Там они подскажете, вот вы какую-то кнопочку называли, вот подскажите, пожалуйста, еще раз, что это за кнопка, а то я пропустил. То есть по ходу этого рассказа практически не возникает новых вопросов, потому что, ну, все, что можно было задать, наверное, за 80 групп уже было задано. Поэтому мы решили облегчить жизнь всем и вам, дав возможность в более комфортном режиме этот материал усваивать, ну, и нам, потому что, поверьте, мне тоже не просто 4 часа подряд сидеть и что-то рассказывать. То есть новая форма или новая модель курса, она приближается к той системе, которая принята в ВУЗах. Мы решили разделить занятия на три части. Ну, на две части, как занятие и домашнее задание, они были уже разделены ранее, а сейчас появляется еще третья часть. Наше занятие будет состоять из двух частей. Одна часть будет носить такой вот лекционный характер, где я буду рассказывать новый материал, и вам будет удобнее его усваивать, потому что на это будет больше времени. Вы не будете привязаны именно к конкретному онлайн-занятию. То есть можно будет прослушивать эту запись многократно, можно будет начать прослушивать эту запись раньше, чем раньше бы, да, извините, чем до этого произошло бы онлайн-занятие. И эта запись будет разбита на более комфортные кусочки. То есть если раньше в записи получался большой кирпич, там двухчасовой с половиной занятия, то сейчас это все будет более структурировано, более четко разбито, почищено на монтаже от всевозможных технических каких-то заминок и неполадок. То есть вы получите более чистый и в более комфортном виде начитанный лекционный материал. Кроме этого, я могу сказать по результатам регулярно встречающихся комментариев, вот такая форма позволит в процессе лекции, в процессе рассказа нового материала избежать необходимости отвечать на уходящие в сторону вопросы. Понятно, что когда человек присутствует на онлайн-занятии, ему хочется моментально тут же быстро задать какой-то возникший вопрос, преподавателю приходится на это реагировать. И многих других студентов это отвлекает, потому что теряется вот такая вот слаженная последовательная нить повествования. Вот теперь наши с вами встречи в лекционном формате всех этих неприятностей будут лишены. Посмотрев записи, которые вам предлагаются в качестве лекции, вы получите домашнее задание, которое нужно будет выполнить до следующего занятия. Следующее занятие будет проходить в режиме онлайн. Мы встретимся с вами вживую в классе, как это было всегда. К этому времени вы сможете накопить вопросы, если они возникли. Вы сможете эти вопросы в спокойной обстановке сформулировать, потому что, опять-таки, не у всех получается быстро успевать писать в чате и при этом еще параллельно слушать, что я рассказываю дальше. То есть можно будет в спокойной обстановке, пересмотрев записи, отсеяв те вопросы, которые просто требовали повторного просмотра, оставшиеся вопросы записать, сформулировать, задать их. И на онлайн занятии мы будем заниматься тремя вещами. Во-первых, я, естественно, буду отвечать на возникшие вопросы. И присланные заранее, которые возникли по ходу просмотра лекции, и вопросы, которые по горячим следам будут возникать в режиме онлайн. То есть вот семинарская форма занятия, она никуда не денется, у нас с вами будет настоящее живое общение. Второе, что мы будем делать на онлайн занятии, мы, конечно, будем разбирать теоретическое домашнее задание. Теоретическое домашнее задание по-прежнему сдается по системе тестов. То есть вы отвечаете на некоторое количество вопросов, выбирая ответы из предложенных вариантов. Как обычно, предупреждаю всех заранее, что все не так просто, как кажется. Неправильные ответы будут изо всех сил маскироваться под правильные. Разбирая на семинаре эти вопросы, разбирая, какие ответы являются правильными, почему неправильными являются какие-то другие ответы, в чем состоят нюансы, которые заставляют ошибиться. Я, конечно, буду не просто озвучивать эти ответы. Я постараюсь использовать эти вопросы как дополнительный повод, чтобы еще раз вернуться к материалу занятия, к тому, что вы прослушали в лекционной части. И поверх вот этих вот уже усвоенных вами насколько-то знаний, показать какие-то дополнительные приемы, дополнительные нюансы, дополнительные хитрости. То есть, показать то, что действительно требует живого участия, и вашего, и моего одновременно. Показать те нюансы, которые вызывают больше вопросов, чтобы эти вопросы можно было по горячим следам сразу задать. А показать то, что не очень хотелось показывать сразу, потому что тяжело проглатывать знания большими кусками. То есть, хотелось, чтобы вы сначала освоились на неком одном уровне, а потом поверх него еще положить кусочек знаний. То есть, вот вторая серьезная часть, которой будут посвящены наши с вами совместные встречи, семинары, это разбор теории и возможность на ее основе еще раз пройтись по основным темам, только копнуть немножко поглубже. Ну и, наконец, классическое завершение триады — это лабораторные занятия. Про лабораторные занятия, конечно, я понимаю практические домашние задания, которые вы тоже будете выполнять, будете их присылать. Как обычно, практику я буду проверять лично сам, буду выставлять вам оценки, писать комментарии. И, как обычно, мои комментарии, которые будут оставляться индивидуально, они будут достаточно краткими. Ну, чем лучше работа, тем короче комментарий. Если в работе будет большое количество каких-то огрехов, конечно, комментарий будет более развернутым, но это будет именно целеуказание, такая наколочка, на что обратить внимание, каким темам, каким нюансам нужно уделить больше внимания в практической работе. А полный разбор практического домашнего задания с демонстрацией, как надо было делать, как можно было делать, потому что, ну, часто бывает, что решить задачу можно разными способами. Как не нужно было делать, я буду показывать вам классические ошибки, которые в этом случае совершают. Ну, а кроме того, в качестве небольшого бонуса я смогу показать вам не просто ошибку, которую я сымитирую, а я специально отобрал. Я покажу вам подборки реальных, действительно, по-настоящему совершенных учениками ошибок. Ну, естественно, обезличено, чтобы никого не ставить неловкое положение. Но скажу вам так, ошибки разбирать гораздо интереснее, чем правильные решения. Ошибки несут гораздо больше полезной информации, на них можно научиться гораздо быстрее. Вот это все у нас с вами будет происходить вживую в режиме онлайн. Ну, и вот это вот удобство в разнесении теоретического материала и практической накатки, наработки, оно позволит вам в более спокойной обстановке большее количество времени. При той же длительности курса у вас реально будет больше времени, чтобы посмотреть теорию, с одной стороны. А с другой стороны у нас на онлайн-занятии будет больше с вами времени, чтобы разобрать практику. Потому что раньше я был вынужден разобрать практику, потом дать новый материал, потом еще ответить на вопросы. А сейчас у нас все будет посвящено практическим тренировкам и ответам именно на ваши вопросы. Ну, вот это, наверное, вся основная вводная часть, которую стоило сказать. Давайте начинать учиться. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . . . . .